Добрый день, как видно, как смешно, отлично, отлично. Опа, отчат пропал. А, все, все, пошло, пошло. Ну что, друзья, начинаем нашу традиционную встречу, работу по средам. Мы с Алексеем сегодня находимся в Минске, в конструкторском бюро. И анонсировали ряд это именно по просьбам Трубарча, потому что событие произошло. Мы сюда приехали с одним планом работы. Вчера буквально произошел ряд событий, которые меня попросил Анатолий Гвардорович прокомментировать и сделать. Я до вас доведу. И еще одну мость я также ее объявлю. Анатолий Гвардорович участвует в нашей работе. Он сейчас проводит очень ряд важных, чтобы было понятно, мы с Алексеем сейчас ведем этот вебинар. Прямо из ее кабинета, из комнаты Гаворов. Анатолий Гвардорович рядом проводит встречу с нашими партнерами. Это серьезные инвестиции, которые рассматривают вопросы включения на очень серьезные программы. Сейчас, друзья, начали происходить ряд определенных событий, к которым мы готовились, к которым можно сказать, что это результат огромной работы, которую мы с вами заложили и сделали. Начнем с первого вопроса. Мы не раз анонсировали, друзья, и говорили уже о том, что ведутся переговоры и ведется работа в экспертном совете Министерства транспорта Российской Федерации. Анатолий Гвардорович практически каждую неделю приезжал на экспертный совет, который был создан распоряжением министра экспертного совета. Это было 31 ведущих экспертов. Вот, друзья, за подписью 11 февраля, я вам показываю документ. Завтра он будет сегодня размещен на сайте с комментариями, со всеми. Сейчас это очень важное событие. Я хочу показать о том, что экспертный совет по повышению инновационности в сфере транспорта. Среди технологии зачитывают дословно. Струнные технологии, создание оборудования городской, а также высшую скоростную транспортную систему. Экспертный совет по возможности признания технологии создания инновационной и готовой к применению. То есть это, друзья, сейчас, почему очень важное знаковое событие? Потому что у нас постоянно были взаимоотношения с Минтрансом, когда они не признавали, не видели и не ощущали о том, что это инновационная технология, которая сегодня может быть применяться. Сейчас, после огромной продолжительной работы, я говорю, по Бурену с Юницким мы каждую неделю практически приезжали в Москву по несколько часов, общались с экспертами. Причем, как вот только что сам Юницкий комментировал это событие, что с 31 эксперта практически все были из конкурирующих технологий, были отрицательно настроены. Так вот, друзья, сейчас я могу сказать, что это пройденный этап, это сломанный лед, и сегодня технология начинает активно набирать. И даже вот инвесторы, которые сегодня, увидев этот протокол и признание официального экспертного органа Министерства транспорта, говорят о том, что это очень значимо для крупных инвесторов. Потому что это официальное заключение, говорят о том, что эта технология сегодня существует. Второе, что она инновационная, и третье, что она активно развивающаяся. Это, друзья, опять же, результат чего? Юницкий, когда комментировал, показывал работу на этот экспертный совет, и сказал, что Цеденов, это заместитель министра транспорта, когда увидел ролики с полигона, то есть то, что мы с вами ставим перед каждым вебинаром, когда вы видели строительство, и как вчера вот уже закончился монтаж 19-й промежуточной опоры, которая не железобетонная, а стальная, то есть которая показывает возможности материалов, возможности применения в разных грунтах, и так далее, и так далее. Вот, то есть, когда это все показывает, он не мог поверить, что это сделано без участия государства, что это сделано без участия крупных стратегических, там, олигархов, там, и так далее, и так далее. То есть, друзья, это с вами. Мы с вами создали у меня спроводящую систему. Мы с вами создали конструкторское бюро, которое сейчас финансируется и активно дает. Мы с вами создали систему, которая сегодня строит Марьин и Горку, и которая привлекает уже и членников, и крупных инвесторов. И еще дальше, анонсируя определенные вещи, могу сказать, что в ближайшее время вас ожидают еще ряд определенных вещей, которые мы будем комментировать, но по мере того, так как это уже бизнес-проекты, так как это уже привлечение инвесторов в конкретные уже адресные разработки, то мы уже об этом будем говорить, друзья, только по мере того, как эта работа делает. Сейчас я могу сказать, что результатом нашей с вами работы есть признание технологии, и это уже видите, и сейчас будет размещено во всех чатах и во всех наших ресурсах. Второй вопрос, что сегодня ведется работа с крупнейшими инвестиционными фондами, которые рассматривают вопрос о действии. И третий вопрос очень важный. Мы активно сегодня ведем работу с администрациями регионов, с мэрами городов, с которыми мы сейчас готовим ряд соглашений по продвижению технологий Skyway на региональном уровне. И здесь я могу сказать, что на прошлой неделе я проводил вебинар в Санкт-Петербурге, встречи с вице-губернатором Игорем Николаевичем Албином. Просто я никак не могу привыкнуть к его новой фамилии. Вот, соответственно, нельзя говорить о том, что нам в нашей технологии дальше не может развиваться город. Но мы договорились о том, что они пришли к делегации экспертов на май, когда мы будем демонстрировать первые прототипы юнибайков. И это произойдет, кстати, тоже сейчас событие очень важное, которое мы с вами должны готовиться. Это 30 апреля, то есть через два месяца, через два с половиной месяца, два с половиной, да? То есть 30 апреля будет важнейшее событие, это такой весенний фестиваль Skyway, куда мы всех приглашаем. Соответственно, там будет отдельный круглый столовик для крупных инвесторов. Приедут инвесторы, которые уже инвестировали сотни тысяч долларов. И будет ряд фондов, которые будут рассматривать возможность инвестиций в миллион долларов. И вы этих людей увидите, сможете с ними пообщаться. Приедут делегации порядка десяти губернаторов и мэров городов, которые будут рассматривать возможности применения технологии в городе. Там будет порядка двух тысяч уже сейчас заявок людей, которые приедут на этот фестиваль. Поэтому, друзья, это будет весь... И, соответственно, еще одно очень важное событие. Будет посажен фруктовый сад, более тысячи деревьев. Это все, друзья, в рамках развития экопарка, экотехнопарка и развития нашего проекта. Поэтому это важнейшее событие. Мы его связываем. Будем еще на следующий день проведем мощнейшую конференцию в Минске. И здесь я могу сказать, что, естественно, традиция от компании о том, что все, кто приедет и будет участвовать в этой конференции, все это засчитано инвестициями, компенсировано акциями. То есть без таких ограничений. Вы все это, друзья, будете участвовать. И я попрошу, чтобы Антон Дарча с вами все это не то, что подтвердил, а как бы сказал, что это в планах компании, мы это делаем. И второй вопрос, друзья, это нельзя это рассматривать сейчас, что это будет презентация там конкретно юнибайков, хотя они будут показаны обязательно на этом фестивале. Это не будет показана какая-то технология. Это промежуточное сегодня для нас событие. Но очень важно, что это весна, это посадка нашего фруктового сада, и это встреча партнеров по проекту Skyway. Причем мы четко специально делаем, чтобы пригласить уже инвесторов, которые инвестировали сотни тысяч долларов. И вы увидели, что эти люди сегодня несколько трампаются, что это действительно те, кто уже решился войти на такие суммы. И второй вопрос. Мы представим наших партнеров. Это крупнейшие американские, европейские фонды, которые рассматривают возможность, а к тому времени я абсолютно уверен, что мы ряд увидим уже на подписание с европейским, там как минимум двумя крупнейшими фондами в управлении, у которых уже даже не десятки, а сотни миллиардов евро, о том, что мы являемся партнерами, и они являются нашими агентами по привлечению инвестиций в ряд адресных проектов. Адресные проекты, опять же, сегодня мы Арманд не стали звать. В дневной вебинар, скорее всего, Арманд выступит вечером. Мы с Алексеем, к сожалению, не сможем, потому что мы уезжаем из Минска, и у нас просто идет накладка, мы не сможем участвовать в вечернем вебинаре, но Арманд обязательно прокомментирует, потому что, друзья, еще одно очень важное событие, видите, то есть сегодня, наверное, у нас весь вебинар идет из одних таких событий, и это тоже знаково, что идет из Минска, идет именно в среду вебинаром, что подписано соглашение с правительством Ирландии. Мы об этом много декларировали, говорили, готовились, и, наконец, друзья, на этой неделе случилось событие, Арманд подписал, и у нас теперь в партнерах, это мы четко можем показывать, это все будет размещено в ресурсах, у нас партнеры, правительство Ирландии, которое продвигает проект Skyway, которое обязуется предоставлять информацию о проекте, которое выделяет землю для строительства, которое помогает работать с инвесторами. Это тоже, друзья, нельзя назвать сегодня нерядовое событие, так же, как мои переговоры с администрацией Красноярского края, и в этом надеюсь, что на это все-таки попаду в Красноярск, хотя очень сложно, для того, чтобы провести конференцию и еще провести переговоры с администрацией с рядом крупных инвест на территории Красноярского края. Сегодня, друзья, могу четко сейчас сказать, что работа идет активнейшим образом, и сейчас еще раз вам передаю большой поклон и благодарность Антону Ивановичу Юницкого, потому что это друзья, да, наверное, Леш, позови Антону Ивановичу, он просто сейчас очень занят, поэтому по переговорам мы его плечом сейчас как бы вам два слова свои скажет и поддержит то, что мы с вами делаем. А это, друзья, сейчас доедино сходятся результаты длительной-длительной работы. То, что произошло в Монтрансе и появление этого протокола, друзья, это многомесячная работа, которая проводилась лично Антону Ивановичу Юницким и работал с экспертами. Антон Иванович, я тут как раз рассказываю, как убеждали 31 эксперта, который, ну, так сказать, и то, что говорит, что сегодня у нас есть ряд событий, которые выполнились, и работа с администрациями, где мы готовим соглашение, и работа по протоколу, и появление инвесторов, которые уже начали серьезно смотреть на проект, это тоже как результат работы. Но здесь я сразу скажу, это коммерческая тайна, о ней буду говорить только когда будет результат, и ни слова больше. То есть, это уже, ребята, конкретный бизнес, потому что есть вещи, которые мы декларируем и показываем, а есть вещи, которые все-таки уже делаются в бизнес-компункте. Антон Иванович? Ну, вы сказали о том, что мы прошли эксперт. Да, 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 я зачитал и показал, так сказать, и просто, чтобы вы прокомментировали, чтобы насколько это важное событие, что это действительно технологии, которые мы с вами делали, которую продвигаем. Неважно и сложно это было решение, потому что, ну, сколько, на больше 10 лет Министерство Транспорта не принимало нас и эту технологию. Причем, как бы, отрицало, причем очень жестко. Как помимо... Я сразу выполняла предложение прогрессивных кругов России в конце 19 века построить Тульскую магистраль. В то время, когда в США с 1880-й год по 1890-й год построили 117 тысяч километров здесь дорог, а Министерство Транспорта в 18 раз выполняло предложение, в том числе и Царя, да, сформации, что нужно развивать бужевой транспорт в европейской части страны в конце 19 века. И экспертный совет, который создан при Министерстве Транспорта по инновациям, он в основном сформирован из сотрудников, работников МИИТа. Это институт железнодорожного транспорта, ну, в прошлом. Это, наверное, основной вуз Министерства, да, ну, вуз железнодорожного транспорта. И у меня были опасения, что с этим не нас примут эту инновацию, технологию, потому что они все время давали очень жестко и отрицательное заключение. Еще даже было такое, ну, там я не буду историю рассказывать, ну, там даже были такие, как бы, мини-эспекты, что струнная дорога – это американская горка и лежать у полицейских. А в небосе пассажиры будут летать по воздуху и стукаться головой в потолок. Это было вот такое успешное заключение. И, ну, когда было спортное заседание, и у нас есть поддержка сейчас Министерства транспорта на уровне руководства, если я тоже вам рассказывал, да, поддержка Цеденова. Это, ну, очень прогрессивный заместитель министра. Я буду называть фамилией, но у меня сейчас сидит очень крупный инвестор, вот в другом просто кабинет. Он, оказывается, знал Цеденова и это звал все равно, ну, как, наверное, самый умный Министерства транспорта. Ну, с учетом того, что он был у вас в ряду, да, 7 лет назад. Да, там эта поддержка. И поэтому все эксперты, как ни странно было, для них поддержали и сказали нормальные слова, да, в поддержку, задавали, ну, адекватные вопросы, внятные, так, включили внятные ответы и мы подготовили альбом, мы скоро разместим его в интернете, где как раз каждый все пьянется, что до этого у нас такого альбома не было, когда сравнение, допустим, железнодорожного колеса и нашего колеса, когда сравнение барочного моста и неразрезного моста. Ну, представляете, вот вроде указалось бы, ну, разрезная, неразрезная конструкция. Ну, если мы возьмем неразрезную конструкцию, дадим одну одинаковую нагрузку, то мозг будет жестче и равнее пять раз неразрезной. Представляете, пять раз, так? А опора, которая закрыта верхом за путевую сторону, у нас же конструкция неразрезная опору, да, и взять консольную опору обычного моста, она консольная, стоит вот земля и консольная, то наша опора прочнее восемь раз, при тех же, ну, габаритах, восемь раз, да? Потом сравнение, допустим, с поездом на магнитной подушке. Мне тоже и там задавали вопрос, а почему у вас не магнитная подушка? Вы знаете ее характеристики? Если у вас магнитная подушка взялся на колесо, то мы улучшим оригинальную, когда же не берем магнитную подушку, да? Значит, скоростной юнибус, мощность двигателя стала на 600 км меньше, необходимо. То есть, если была магнитная подушка и такие же габариты, такая вместимость, то мощность привода была на 600 км больше. Если этот юнибус будет работать 20 часов в сутки, не все, да? То за 25 лет, 25 лет, это соцсуток подвижного состава, он сэкономит 22 тысячи тонн топлива, ну, энергии топливного эквивалента. Цену, ну, не менее 20 миллионов долларов. Один и минус. Чего 22 тысячи тонн топлива, это 10 железнодорожных составов топлива. Там по 44 цестерны, 50 тонн. Что еще такое? А теперь мы жарим миллионы. А представьте, всего лишь миллион юнибусов. Сегодня у нас на планете где-то порядка миллиарда автомобилей. Да, это миллион это ни о чем, да? Это немного, да? Так вот, миллион юнибусов за службу сэкономит, только благодаря тому, что я отказался от багитой подушки. 22 миллиарда тонн топлива стоимостью 20 триллион долларов. Это тоже вот в альбоме минус, вот это как бы сравнение, да? Ну, там другие были сравнения, и когда смотришь, это альбом, и там тоже, вот мы экспертом всем дали перед заседанием, по альбому просто листаешь, ну, понятно, что да, ну, че-то есть, и это очевидно, когда грамотно изложено. Поэтому, да, это знаково для нас событие, что наконец-то мы в лице министерства транспорта увидели сторонников, и они будут нас тоже сейчас признали. Антон Иванович, я еще вопрос поднял по 30 апреля, о том, что 30 апреля будет большое такое событие, ну, мы так назвали это как бы как фестиваль, как встреча сторонников, и для того, чтобы сделать, с одной стороны, это и посадка сада, то есть как бы из нашего, и в то же время пригласить туда крупных ресторов, которые уже инвестировали и готовы инвестировать, наших партнеров с регионов, то есть вот с тем, с тем мы сейчас подготовили соглашение, чтобы они прислали, вот я договорился, что с Петербурга приедут делегации, с Красноярска, с Самары, с Казани, то есть те, которые готовы рассматривать для того, чтобы уже применять технологию Skyway на своей территории. Да, ну, есть такая особенность, вообще-то, это вы проводите и не проводите тех, кто инвестирует, ну, я дистанцируюсь от инвестирования, потому что, ну, будут проблемы. Конечно, конечно. Мы разрабатываем, мы проектируем, мы строим, я инженер. А вы там деньги собираете. Поэтому, да, это будет тоже много. Потому что надо благоустраивать экотехнопарк, в том числе садить сады, дальше продолжать, да. Деревы там у нас. Будет посажено в численность около десяти тысяч деревьев, шестидесяти парок. Так. Это надо работу делать, потому что мы показываем не только железо, не только бетон, какие-то струны, да, непонятные многие. Мы еще показываем, как природа изменится там, где пройдут струнные дороги, Skyway. Нет? Сейчас, где у нас сейчас экотехнопарк, там был танкодром. Там танки ездили. Так, все было переведено, какие-то там снаряды взрывались, там рвы какие-то, да, какие-то непонятные деревья, пусты росли и так далее. Мы это облагородили, и там даже председатель Росполкома получил выговор. Говорит, а что у вас такая была плохая земля, и она такая стала красивая и кожная, а почему колхоза такого нет? Там же даже такие, а почему колхоз так не относится к земле, как какие-то инженеры, да, которые строят вот дорогу. Даже вот такую же, так сказать, уже с нас берут такой. А вот, то есть у нас же будут там экогенные технологии, мы покажем, как на земле, которая достаточно бедная, как бы неухоженная, можно урожай большие собирать, и здоровые продукты питания выращивать с помощью гонуса, а не с помощью химиката, не с помощью геномодификации. Сейчас питание настолько бедное, мы только не видим фактически пластмасса. Дело в том, что растения выносят из почвы порядка 50 химических интернетов, как лица Менделеева, ну, в виде сложных соединений, которые способствуют организм для строительства организма. И если не будет, допустим, вселенной в почве, то у нас не будет иммунной системой населения. Неследним, потому что мы тоже видим агроасселену. И йод нужен, и фтор нужен, и неги, и железо, да. Ну, 50 где-то химических интернетов. И агрохимия вот за 100 лет била почву, потому что растения выносят вот эти все химические элементы, а то болят что? Азот, космор, камень. Элемент из состава почв за 100 лет ухудшен 100 раз. 100 раз. Да, да. Мы хотим сделать нормальную почву. И с нормальных, как бы, сырья, вот, в первую очередь, там, вот, 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 кустарники, там, лес, да. Вот то, что, в принципе, сейчас идет в отходы, сжигается, да. Вот с этого материала. Здесь вынос. Причем, мы можем почву где-то 100% выноса при необходимости. Вообще, это белорусская почва очень бедная. Там 2-2,5% все выносит. А в Черноземье где-то процента 8 будет. Если надо, там, может быть, 15-20% выносит. Причем, это в Польше будет правильно. И то, что вылезет, это будет хороший, камень не было. И мы это хотим показать. И сады, там у нас и грядки будут. И, в том числе, они будут и на крышах наших зданий, сооружений, инфраструктуры, станций, залов, цеха. Там тоже будет. Это зеление, а не крыш. Тем более, что мы сейчас получили грант. Уже пошло финансирование. Пошли в первый день. Зеление, не крыш. Это грант организации «Донахмар». Уже даже это займете в администрации президента Республики Беларусь. Уже даже звонки оттуда не часовались. Как там у нас озеленение началось. Потому что это серьезная проблема. Потому что посмотрите на крыши зданий, на городские, какие они. А там могли бы и сады растить, и цветы. И сосудки бы не падали, и не убивали людей. Потому что крыша должна быть плоская, и там должна быть почва. И снег бы не надо было запасывать с крыши. То, что снег, пусть бы слой снега лежал, это тебе бы заряд. А когда снег растает, он уложит почву, и надо сбрасывать. На голову. Сколько тоже людей гигнетизация, что «Донахмар» все туда с крыши снега. Поэтому ждем вас всех приезжать. Помогите нам при этом место. Да, это только для инвесторов, и только для тех, кто инвестирует, и тех, кто активно поддерживает программу. То есть здесь это уже однозначно будет встреча единомышленников, для тех, кто активно работает в программе. Ну что, Анатолий Иванович, вам большое спасибо. Я думаю, что сегодня... Всем низкий поклон, кто участвует в программе, кто нам помогает, поддерживает. Мы работаем... Только благодарим вам. Слушайте, почему. Все, Анатолий Иванович, благодарим вас за часть. Так, давайте, друзья, ну, извиняемся несколько, что в таком рабочем порядке, но я думаю, что, друзья, лучше вот здесь вот, это самое звук вот там вот трогать, лучше вот здесь вот. Вот здесь вот. Так, сейчас звук нормальный. Вот, поэтому, друзья, это, я считаю, что такие быстренькие, что тут предлагали, сейчас и камеру ставить, и писать, и еще что-то, это самое. Вот, поэтому, друзья, это... Ну, говорите. Не, ну, обращай внимание, так сказать. Вот, поэтому тут по чату, друзья, конечно, здесь я тут вижу, пока Анатолий Иванович выступал, был ряд хулиганов, к сожалению, вот, но я не сторонник отключать чаты, не сторонник выгонять кого-то из чатов, так сказать, это самое. Вы сами видите, сами эти хулиганов... Вот, все, тут, Елена, повторите новость. Знаете, там, для того, чтобы там, я думаю, что большинство людей у нас, видите, сегодня 285, наверное, такое рекордное количество для вебинаров. Смотрите записи, посмотрите. Это самое главное, друзья, что те, кто хотел услышать, те, для кого это что-то значит, вот, те все услышали, все, друзья, помнили. И для тех, кто сюда, вы сами видите по чату, кто иногда заходит сюда, чтобы вредить, чтобы мешать, носить сумятицу. Друзья, ну, есть и такие, ну, что вы так, давайте обращать, относиться к этому абсолютно спокойно. Самое главное, чтобы вы понимали, мы понимали, и мы дальше двигались. Поэтому давайте, друзья, еще раз, всем друг друга сейчас уже можно сказать так, что... Определенный этап – это признание Министерством транспорта и технологии о том, что экспертное сообщество признало о том, что инженер Веницкий сделал технологию, которая сегодня востребована, сегодня применима, и именно в инновационной потребности страны, которую поставил президент, она может быть применяться, и ради этого делалась вся работа. Это заключение сегодня очень важно для всех инвесторов, которые сегодня уже рассматриваются. Я говорю, это крупнейшие сегодня международные игроки, крупнейшие фонды, которые рассматривают применение технологий в различных странах, в различных городах, в различных регионах. И сегодня эта тоже работа, друзья, активно ведется. И, соответственно, соглашение, которое мы готовим с губернаторами и мэрами, и у нас будет, я говорю, как минимум десяток делегаций 30 апреля на подписание соглашений при демонстрации, промежуточной демонстрации, в том числе и Unibiker. Это, друзья, все работа, которая сегодня идет, и которая сегодня уже очевидна. И репортажи, которые вы видите, то есть почему мы с Алексеем обязательно перед каждым репортажем ставим последние новости, мы показываем срок строительства, потому что, друзья, ради этого мы и собрались, ради этого мы и создали краудинвестинговую систему, ради этого мы организовали всю эту работу, и это тот результат, которым мы отчитываемся перед вами. Потому что чем мы еще можем... Вот вчера, я говорю, перевели переговоры, а там люди, которые не то что умеют считать, они очень профессионально занимаются технологиями. И когда они увидели и оценили объем проделанной работы и объем того, что мы сегодня показываем, они тоже... потому что, скажем так, той системой, которую мы организовали, и теми инвестициями, которые туда сделаны, это не могла сделать ни одна команда в мире, ни одна компания инвестиционная в мире, то есть не «Сименс», не «Самсунг», не «Бомбардье», то есть те, кто сегодня разрабатывают новые виды транспорта. И самое главное, что когда было совещание в Минтрансе, даже наши оппоненты, которые там были в нашем КБ, потом создали отдельные подразделения, или те, кто купили на Западе технологии и пытаются их сегодня протолкнуть в России, они все признали, те характеристики, которые дает «Скайвей», они даже близко не могут предложить. И второй вопрос, когда мы показываем по срокам, за какие сделаны и продемонстрированы, и приступили к испытанию, ни одна технология сегодня не может продемонстрировать такие характеристики. Поэтому это как раз говорит о том, что наши инвестиции с технической точки зрения, друзья, еще раз повторюсь, только с технической точки зрения, защищены абсолютно, защищены очень надежно. Со всех остальных точек зрения, друзья, бенчурность никуда не делась, бенчурность сегодня, посмотрите, что происходит на финансовых рынках, посмотрите, что происходит в стране, посмотрите, что происходит с экономикой. Сегодня об этом, друзья, даже не будем говорить, даже не обсуждать. Предмет сегодня у нас совсем другой, что мы рады говорить о том, что нам сегодня есть, что показать, есть чем общаться с партнерами, которых мы дальше привлекаем в проекты, есть вам, как сегодня акционерам, как людям, которые пришли на самый рискованный, самый сложный, сегодня вы видите, что проект развивается, что проект активно встает на ноги, и сегодня я могу сказать, что, друзья, не за горами, мы это не раз повторяли, и здесь, друзья, сегодня мы это говорим уже вам абсолютно осознанно и абсолютно четко, не за горами тот день, когда краудинвестинговая система будет закрыта, и на себя финансирование возьмут уже крупные заказчики, крупные фонды. Это произойдет, скорее всего, до конца этого года, мы думаем, что это сентябрь-октябрь, по мере того, как идут сейчас продвижения переговоров, но вполне это может произойти еще и раньше, поэтому, друзья, это не то, что мы говорим, хватай мешки, вокзал отходит, что вы теряете там свои деньги в будущем, нет, друзья, это неправильный салат, тем более, которые идут для инвестирования. На сегодняшний момент компания нуждается в инвестициях, мы говорим, что давайте активно привлекать партнеров, так давайте активно привлекать новых участников проекта, но надо понимать о том, что вся наша работа на то, чтобы сделать демонстрационную базу, доказательную базу, и чтобы финансирование проекта перешло дальше уже на плечи заказчиков и крупных фондов. Это, друзья, естественное развитие, и мы абсолютно уверены, что мы к этому подойдем, мы это сделаем. А дальше, друзья, конечно, у нас будет огромный плац работы, связанный с адресным проектом, с применением технологий. Друзья, работа у нас с вами непочатый край, и, соответственно, мы с вами еще много и много будем видеть чего интересного. Так, друзья, я передаю слово Алексею с формированием. Он все рядом, а я тогда передаю его совещание, потому что я соединяюсь к работе у нас в фонде. Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, кого не видел, но, собственно, в таких вот походных условиях сегодня Анатолий Эдуардович Минский выступил, то есть заранее просил учение, если что-то было со звуком не так. Ну и со своей стороны, буквально, так скажем, на несколько минут, максимум на десять минут, я хотел бы объяснить всем, что сейчас происходит. И донесите это каждому абсолютно. Сейчас наступает новый этап. То есть я не помог мне присутствовать вот на подобной встрече, именно вот как бы серьезной, судьбоносной. Началось очень серьезное. И поэтому доносите всем и каждому, что, друзья, в 2016 году тот, кто не присоединится к проекту Skyway, может действительно опоздать. И это будет самой большой ошибкой в его жизни. То есть представьте, что действительно дают квартиру, где лежат деньги там, мечты и все что-то. И ключ, ключ он вот у вас в руках. И, соответственно, когда вы очевидно даете человеку то, что может принести ему прибыль, то, что может решить его проблемы, задачи, есть доказательства, то есть пройден экспертный совет, и мы это скрывали, мы это до последнего скрывали, пока не были получены заключения от Минтранса. Если вы человеку скептику просто доносите информацию, вдумайтесь, насколько сжимается его, насколько вообще сокращается путь рассказа о технологии, насколько сокращается путь продвижения вообще нашего проекта. То есть достаточно показать вот этот скан с Минтранса, то, что наша технология признана конкурентно способной, то, что наша технология признана абсолютно импортозамещающей, то, что наша технология признана обладающим теми качествами, которые подобные средства и подобных средств вообще в принципе в мире не существует. То есть вот даже в сериале, в альбоме вы увидите сравнение с Hyperloop и со SkyTrend, но из вебинаров технико-экономических мы прекрасно знаем, что были и другие игроки, на 3, на PRT, SkyWay и так далее. Все вы это прекрасно знаете, мы на вебинарах неоднократно говорили, но эту технологическую гонку, этот марафон не все проходят. И сейчас Hyperloop, SkyTrend и SkyWay, собственно, мы марафонцы, и как раз таки обгоняет сейчас всех SkyWay. И, друзья, благодаря только нам с вами это все произошло, благодаря именно схеме народного краудинвестинга, благодаря тому, что кто-то поверил в самом начале, то есть благодаря тем нескольким стулам, которые начали развивать проект, благодаря первым крупным инвестициям, кто поверил Сергею Анатольевичу и вошел буквально в первые этапы на несколько сотен тысяч долларов, у меня тоже на первых этапах люди входили чуть меньше миллиона рублей, люди верили и, собственно, максимально доносить эту информацию, максимально рассказывать о проекте, потому что, ну, просто это не манер, это не манерное благо, которое вы будете нести людям, потому что это действительно выход из тех кризисных ситуаций, и не то, что это обучение лично саморосту и так далее, это конкретика. Это не то, что какой-то воздух, это обоснованная четкая технологическая теория, без технологических рисков. Единственный риск, который у нас остается, это риск недофинансирования. Ну, на самом деле, с теми переговорами, которые проводятся, и вот буквально в соседней комнате они проводятся, друзья, это будет держаться цель тайны, это коммерческая тайна, и о коммерческих тайн, которые сейчас, ну, так скажем, достаточно, это развитие, и одной из коммерческих тайн был экспертный совет, то есть только когда были получены заключения, результаты, это было опубликовано. И, соответственно, представьте тот момент, и когда вы будете общаться с человеком, в следующий раз о технологии Skyway приведите ему парочку аргументов. Вначале, рок-хук, потом экспертный совет, потом может быть еще, а потом все, все, друзья, краудинвестинг может быть закрыт. И что этот человек будет делать? Насколько он будет себе кусать локти? И просто давайте поставим действительно долгом перед нами всеми развитие инвестпроводящих систем в этот короткий период, менее года, скажем, до очень серьезных событий в качестве финансирования, развития проектов и так далее. Вы себе даже не представляете, что планируется, и, в принципе, многие вопросы, Виктор Бабурин, и просто супер глобальное развитие планируется. Очень серьезные этапы, которые настанут, но тогда уже роль краудинвестинга, финансирования корневой технологии, она будет намного меньше, чем сейчас. И зайти в корневую технологию уже на тот момент, к сожалению, будет невозможно. И давайте нести эту идею в массу, действительно, это национальная идея, национальная идея спасения каждого гражданина именно в свете тяжелой экономической ситуации, не только в России, во многих странах Европы и так далее. Этот кризис, он нарастающий, он ожидает весь мир. И только вновь добавленная стоимость, вновь созданная добавленная стоимость за счет инновационных бизнесов технологических. И наша технология в ходе получения заключения экспертного совета была признана именно инновационной. И сегодня Анатолий Эдуардович Унисский всех конструкторов, инженеров поздравил, что теперь они действительно инноваторы, теперь они официально признаны экспертным советом при Министерстве транспорта Российской Федерации. Представьте, если в 2014 году вообще даже в мыслях этого не было у тех, кто ходил в проект, насколько коротко мы можем донести и объяснить информацию о проекте и сколько людей действительно мы можем приглашать на вводные технико-экономические вебинары и другие вебинары для новичков, чтобы, соответственно, люди понимали, в каком проекте они участвуют и насколько быстро эта возможность пройдет. Так возможности больше не будет. Будет возможность инвестирования в стартапы, в разработку струнного ванклумного стекла, в разработку, может быть, технологий строительства, но вхождение в корневую компанию будет уже на тот момент невозможно. То есть нужно будет дожидаться этого. Это фактически невозможно для обычно рядового человека, так скажем, среднего, мелкого инвестора войти в корневую компанию, если он не крупный инвестор. Потому что, да, естественно, будет происходить какой-то вторичный рынок, но как раз акции, те, кто будет продавать акции, когда на тот момент они будут возможны к продаже, их, собственно, будут забирать просто буквально массово именно серьезные игроки финансового рынка, которые на тот момент будут приобретать эти акции и, соответственно, капитализировать, еще больше увеличивать капитализацию поправления своих фондов. И сейчас таких игроков наблюдает много, действительно много. И, собственно, 30 апреля, запомните эту дату, передавайте каждому, всех абсолютно ждем в Минске на международном событии, на генеральной репетиции, генеральном прогоне и будет демонстрация первых прототипов, первой технологии. Собственно, 30 апреля пройдет международная конференция. Все крупные инвесторы потенциальные обязательно приглашайте, так как будет лично, естественно, Анатолий Эдуардович Минске будут представители КБ, и на все ответы, на все вопросы вы сможете получить, соответственно, всю информацию, всю информацию необходимую. Но помните, что каждый из нас, это просто супер легко, это нужно просто пойти и начать делать. Больше ничего абсолютно не нужно. Настолько просто стало доносить информацию. Представьте, вот сетевые интернет-предприниматели, у которых торговые, розничные, оптовые сети, зарождается рынок, у которого очевидные доказательства его эффективности, его перспективности, очевидные доказательства на уровне экспертного совета Министерства транспорта российской акции. Не это ли железобетонные, если человек не понимает этих аргументов, то, соответственно, этому человеку, скорее всего, не место в проекте Skyway. Этому человеку, скорее всего, место быть пассажиром в юнилете, юнибайке и так далее. Но уже заплату. Заплату традиционным, так скажем, пользователям технологии, но не дольщиком технологии. Но дольщиком технологии пока что может стать абсолютно каждый. Сейчас, собственно, уже буквально я со страпа самолета в Москве неожиданный звонок, говорю как есть. То есть позвонили, и оказывается немец, незнакомый номер, просто нашел телефон, я не знаю, где-то на сайте, он захотел инвестировать 10 тысяч. Он просмотрел всю информацию там и так далее. И, соответственно, задал стандартнейшие вопросы про IPO. И, собственно, я не удивлюсь, если... 5 минут я пообщался на эту тему, я не удивлюсь, потому что это возможность, действительно, которая бывает раз в сто лет. И, друзья, мы готовы, мы все спикеры, активисты, и мы должны сейчас дублицироваться, вот за этот год, за 2016 год, мы должны сделать неимоверный прорыв именно в плане краудинвестинга. Потому что другого шанса у краудинвестинга формирование именно дольщиков и массового охвата именно людей в плане дольщиков корневой компании, международной группы компаний, такого больше не будет. Давайте поставим цель, она действительно реальна, то, что мы неоднократно декларируем, но, действительно, с помощью тех событий, которые уже произошли, это реально поставить цель на миллионы людей, на миллионы людей, те, кто узнает об технологии SkyWay, на миллионы людей, те, кто поверят технологии SkyWay. Пускай на сотни тысяч, на пятьсот тысяч людей, которые инвестируют, но эти люди, действительно, обретут спасение на ровном экономическом ковчеге, подкрепленной реальной, прорывной, признанной, инновационной, на высшем уровне Российской Федерации, на экспертном совете при Министерстве транспорта Российской Федерации. Это на сегодняшний день самое такое емкое, самое лаконичное и самое объемное доказательство того, что мы делаем и что нет никаких технологических рисков. Единственный риск, это даже недофинансирование. Я бы не сказал, что сейчас риск в недофинансировании, это риск в том, что кто-то останется соответственно, к сожалению, вне этого экономического ковчега и придется уже присоединяться на те небольшие лодочки, которые будут формировать стартапы и так далее. Но, я думаю, что это будет возможность, которая улучшена и как ролл-уэйн и так далее. И ролл-уэйнов этих могут быть миллионы. И те люди, которые когда-то услышали сейчас мы запустим эту информацию. все получат смс, что действительно технология признана на высшем уровне. И давайте поставим цель в ближайшие месяцы пустить вал конференций как российского, так и международного масштаба, потому что от технологии SkyWay до закрытия краудинвестинга, произойти это может в 2016 году, абсолютно в любой момент, давайте поставим цель информировать каждого. и, соответственно, эти люди будут благодарны, эти люди будут формировать также будущие адресные проекты, их потенциально, при их обучении, при их изучении технологической школы. И, соответственно, эти люди, самое главное, они будут формировать будущий уже спрос, который мировые корпорации создают десятилетиями, готовят этот рынок, чтобы создать рынок спроса. у нас уже он будет готов, потому что мы делаем на сегодняшний день то, чего никогда никто не делал, то, чего удивляется экспертный совет Министерства транспорта Российской Федерации, удивились потенциальные крупные инвесторы, то, что с помощью народного краудинга на коленке, ну, собственно, как Стив Джобс в гараже и Анатолий Эдуардович Юницкий, это Леонардо да Винчи нашего времени, это Стив Джобс нашего времени, а мы тот самый с вами гараж, мы краудинвестинг, мы та самая коленка и мы делаем русский прорыв, международный прорыв, мировой прорыв, прорыв на основе русских технологий, время которого неизбежно пришло. И, собственно, вот такой вот посыл, друзья, потому что осталось очень-очень мало времени. и сейчас Язов тоже очень такой важный опросник, чтобы понять, насколько вы поняли эту информацию и, соответственно, сколько людей готовы вы пригласить, когда вы получили эту информацию, объективно, честно для себя ответьте, с каким людям выгодить эту информацию. Я не спрашиваю вас, сколько вы готовы инвестировать, в месяц вы готовы инвестировать. Просто доносите людям информацию, не выбирайте за них, а не сами сделайте собственной информацией. А те люди, которые получат эту информацию, каждый день и наши по жизни поиск Skyway спасает планету мир обвинять доску новых новостей. Наше развитие, несмотря на то, что такой глобальный экономический упадок и современных индексов, промышленных показателей и так далее, Skyway только разваяться и только расти. И так этому и будет. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok субтитры.